Есть у нас такой еще без отчета, без отчета, но перед новостью не касается. С этого время очередное мероприятие связано с решением задач. Так, мы начинаем тему решения смешанных задач в методом шуме. Конечно. Решение смешанных задач в методом шуме. Посуд 9. Это глава 5. Начинается на странице 2.1. Я что-то действительно рекомендую прочитать материал такой. Здесь есть какие-то элементы к теории, но в основном, очень подробно, очень подробно расписан алгоритм общего для решения задач. Второе. Приведены не один, а даже несколько примеров решения этих задач. Ну и дальше, ну сами задачи, которые мы будем решать. Так, значит, мы начинаем со смешанных задач для уравнения теплопроводности. И я, ну, со всеми драться, значит, напомню, что мы разделили весь этап решения задач на несколько, то есть все решения задач на несколько этапов решения. Я, опять же, предстоятельно рекомендую придерживаться этой последовательности, вот этого алгоритма. То есть что это значит? Вот вы делаете какой-то шаг, доведите это до конца, выпишите результаты, которые получились вот на этом шаге, и затем только переходите к следующему. Вот, чтобы у вас было так, что вы что-то делали или не доделали, а потом бросили, доделались, перебили, ну что-то такого не было. Вот, и на самом деле что-то уберется, и вы не длили. Итак, я напомню, какие шаги мы делали. Ну, вот три решения смешанных задач. Вот, ну есть некоторый к нулевой, там, который, ну, сегодня мы его рассматривать вообще не будем. Это приведение, приведение граничных условий к однодородным. Однодородным. Но это мы не рассматриваем. То есть мы будем сразу проектировать задачу с однодородным граничными условиями. Вот, но, то есть что надо сделать? Во-первых, базис, как решение, решение задачи на собственное значение. Итак, первый шаг, это поиск базиса данной задачи, а для этого надо решать задачу на собственное значение. Раз. Второе. Второе. Разложение. Разложение в ряды фурьер. Разложение в ряды фурьер. Вот по найденному базису надо разложить в ряды фурьер все данные задачи. Ну, это, как правило, свободный член в уровне, если он есть, и функции, которые определяют начальнюю слость. Разложение в ряды фурьер. Вот. Значит, третье. Получение. Задачка ошибки для коэффициентов фурьер. Получение задачи ошибки для коэффициентов фурьер. Получение. Вот. Ну, и дальше. Решение. Ну, или, скажем так, на картине, да? На картине, если он тут приедет. Ну, это означает, что надо соответствующую задачу решить. И, например, спятое. Ответ. То есть, после того, как вы все определяли в задаче, надо еще суметь написать ответ. Да? То есть, правильно там подставить все, что вы нашли. В ряд сурьер. И явно, видите, что получилось. Что надо будет. Другие сутки. Итак. Значит, ну, задача первая, которую мы начинаем решать, вот такая, она идет по номерам 1. Значит, 5 минут. Итак. У, 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 Что такая задача? Ну, я пользуюсь такими сокращенными обозначениями для частных производных. Индекс внизу обозначает производную по соответствующему аргументу. То есть, допустим, ut — это du по dt, uxx — это d2 по dx2. Да, вот такие обозначения. Так, значит, уравнение, которое тут написано — это уравнение типоправленности. Ну, оно, конечно, в таком максимально упрощенном виде. Дело в том, что в общем случае уравнения типоправленности есть коэффициент, который стоит вот здесь вот, слева перед функцией u, ну, перед производной вот этой, скажем так, плотность. Или хотя бы вот здесь вот, если это однородное уравнение, стоит уэффициента квадрата, здесь вот получается равен единице просто. Поэтому немножко попроще выделить уравнение. Дальше. вот эти вот два условия задают нам функцию на границе нашей области. Ну и по умолчанию мы всегда будем предполагать, что вот если у нас вот есть два граничных условия, то мы решаем задачу внутри интервала. Да? Вот. То есть, в принципе, можно же осматривать как бы по другому задачу. Вот. Но мы предполагаем, что всегда, что время у нас меняется от нуля бесконечности, а если, ну, в данной задаче принадлежит интервал на границе. Вот. Это просто глядя на граничные условия, вот мы определяем, что это границы интервала, внутри интервала мы рассмотрим нашу зеренку. Так. Граничные условия, они однородные. Ноль, ноль. Стоит справа. Да. И вот это условие, единственное значальное условие. Вот. Ну, первый шаг, который надо делать, это выписывать и решать задачу на собственные значения. Оператор, мы берем глядя на наш уровень, а это будет, значит, минус вторая призыва. Да. Минус у, два штриха. А то есть, равно. Дальше, опять же, граничные условия для задачи на собственные значения берем те, которые есть в данной задаче. Ну, вот они, что стоят. Мы их такими и берем. У, оттуда, ноль. У, оттуда, ноль. У, оттуда, ноль. Ну, кроме того, к задаче на собственные значения добавляется еще два дополнительных условия. У нас не было ноль. И так, если над ним норма, она равна единице. Значит, норма берется в смысле пространства L20. То есть как интеграл, в общем, хорик квадратный, из интеграла квадрата, ну, я помню, квадрата нашей функции. Вот первый шаг состоит в том, что мы должны решить эту задачу. Ну, в прошлом семестре мы такие задачи решали. В чем некоторые упрощения состоит в том, что мы уже знаем и теорию относительно свойств оператора. Мы знаем, что у такого оператора, надо только внимательно смотреть на уравнения, на ограниченные условия, у такого оператора нет отрицательных собственных значений. Мы много раз это проверяли на прошлом семестре, потом доказали теорию, согласно которой нет отрицательных собственных значений. Этим можно пользоваться. То есть в случае лямбда меньше гуля, можно не рассматривать. Повторяю, что только надо внимательно смотреть на уравнение и на ограниченную сторону. Если это тот самый оператор, о котором нужно речь в теореме. Ну, в данном случае это так. Далее, в случае лямбда равного нулю, ну, тоже рассмотрим на отдельном теореме. Вот, и, ну, в частности, вот в этой задаче лямбда равного нулю тоже нет такого решения, да? Вот, поэтому, если вы помните, я лямбда, да, то можно и лямбда равного нулю не рассматривать, а сразу приходить в случае лямбда больше. Если вы не помните, есть лямбда равного нулю, нет лямбда равного нулю, ну, значит, надо отдельно рассмотреть в случае лямбда равного нулю. Это не трудно, да? При лямбда равном нулю у нас единственное возможное решение, в смысле собственной функции, это констант. Ну, если не уверен, да, быстренько представить себе, что наша собственная функция равна константе, да, лямбда равного нулю, да, уравнение удовлетворяется с каждой действием, но 0, если мы константу поставим сюда и сюда, для этой константы получим значение 0. 0 не может быть собственной функцией, да, поэтому лямбда равного нулю в данном случае нет. Ну что ж, тогда надо рассмотреть случай сразу, лямбда больше, лямбда, и, значит, найти лямбду. Давай, будем так, первый раз, пошагово, да, двигаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Два раза. Два раза интегрировано по частям, но чем опять? Все аккуратно. В данном случае проще не было. Два раза интегрировано по частям просто. Два раза интегрировано. Какие-то плащи. Умывание в пластыре, все. В этом же не тратить, ну да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok да, у меня так да и всё так это че? это не всё это же мы разожили развлечить эминсирование что то есть 2-4 консанты это же не всё так а че? Да, понятно, так мы же нашли творчество размножения в вашу помощь. Надо уже это было. Знаете, что начинает? У вас функция строится. Чисто должно быть. Юрий Демьянович. Чего, компьютер не правда? Я хочу напомнить, я просто руками это сделаю, докажем, у меня будет. Каза пока может быть. Ну, слава. Так. Мне нравится, что я сам. Так, по-самому деле. Так. Вот синус, косинус, да? Почему вы решили? Почему у вас осталось ничего? У вас же разница в том, что делать, так что? Вот. Ну, давай решили. А какой-то опеку на... Ну, это я не объясню. Вот здесь вот эта платошка не уйдет. Нет, это как раз... Ну, как бы... Кстати... Она уже уйдет. Да, она еще раздвигает. Потому что это, наверное, что там машина не... Она уйдет. Здесь она, наверное, уйдет. Минус 0. И экрана больше, ну... А. Икра еще добавится. Ну, давайте. Икра. А. А. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Д어가Тorzok ДimaTorzok То есть коэффициент при k равном единичке должен быть положительной величиной. При k равном 2 на что получится? Вот такая функция. Значит, вот это вот k равном 1, вот это вот k равном 2. Она антисимметрична относительно середины интервала. И поэтому произведение симметричное даст антисимметричное относительно середины интервала. Интеграл даст новый. Вот они. Нули. Для всех черных k равном нули. Но труднее понять, почему вот эта вот величина, она знакопостоянная. Знакопостоянная. Потому что когда мы нарисуем с k равном 3, тут уже функция будет такая хитрая. Вот здесь она возрастает. Вот здесь она так вот и будет. Так вот и так вот. Она снова четная. Четная на четную. Четная функция, да. Вот. Но, значит, вот наши расчеты говорят о том, что положительная величина. Ну, получится, что вот эти две области с положительными, да. Они нам дадут больше, чем вот это вот о том с отрицательными. Вот так получается. Вот. По крайней мере, ноль не ноль вот эту ситуацию можно проверить. Почему ноль получается? Для черных k видно, по крайней мере. Так. Ну ладно. Перерыв здесь. Да. Угу. 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 Угу.